Девушки отдыхают И оказывайте всю необходимую помощь нашим улицам. Тренировки в условиях коронавируса. Десногорские спортсмены выходят на улицу. У нас были, должны быть соревнования, не запланированы, но мы должны поехать в Фрусов, там в Смоленск. Но так как у нас пандемия случилась, мы никуда не уйдем. Пандемия коронавируса в некоторые случаи становится катализатором активной деятельности и добрых поступков. Общероссийский проект «Мы вместе» по доставке продуктов и лекарств людям старшего поколения. Проект «Сбережем наш город» по контролю въезда и выезда на территорию Десногорска. В этих мероприятиях с полной самоотдачей приняли участие десногорские волонтеры. Сейчас во вторую волну вы опять в строю, вы опять в бою и вы практически ежесуточно оказываете всю необходимую помощь нашим жителям. Значимость такой работы и заботы подтверждена не только на уровне муниципалитета. 12 ноября волонтеры Десногорска были награждены грамотами президента Российской Федерации и памятными медалями за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Из рук главы Десногорска Андрея Шумина награды получили Оксана Шейфель, Ольга Чупарина и Лидия Ляхович. Главное, чтобы люди находились как можно больше времени проводили дома, не лишний раз не выходили на улицу. От этого у нас будет меньше работы и люди будут здоровее. Волонтерский штаб Десногорска входит около 200 человек. При этом там всегда рады новым сторонникам. Под давлением пандемии находятся все сферы жизни горожан. По новым правилам приходится играть и спортсменам. Некоторые из них готовы тренироваться буквально на улице ради поддержания спортивной формы. Площадка под открытым небом теперь это главное место для общения и тренировок баскетболистов Десногорска. После закрытия спортивного зала на период пандемии молодые люди решили продолжить тренировки, которые порой проходят в весьма спартанских условиях. В последнее время мы тренируемся только здесь, потому что все залы закрыты. Мы давно не тренировались с тренером, но пытаемся как-то прогрессировать. Конечно, тренировки на улице не заменят нам зальных, но все же мы не теряем время впустую. Видя, как пандемия меняет привычный мир, приходит и новое сознание этой болезни. И требуемые в людных местах маски и социальная дистанция уже не кажутся чем-то странным или неудобным. Раньше коронавирус казался какой-то шуткой, и люди не воспринимали это всерьез. Но когда люди стали умирать, отношение к коронавирусу кардинально изменилось. Спортивное расписание изменилось и у юных футболистов. Максим Назаров занимается футболом около шести лет. Нынешние тренировки, подпитываемые в основном энтузиазмом, у него проходят с маской в кармане. А предстоящие футбольные баталии его ожидают только в компании друзей на поле под открытым небом. У нас были, должны быть соревнования, не запланированы, но мы должны поехать в Руссов, там, в Смоленск. Но так как у нас пандемия случилась, мы никуда не едем. Импровизированные тренировки проходят, пока позволяет погода. Ребята надеются, что действующие запреты скоро отменят, и они продолжат занятия в относительно прежней форме. Надо постоянно тренироваться, а в условиях коронавируса это очень сложно сделать. Я сам бегаю по тропе, чтобы поддерживать свою форму, но всё равно это не даёт должного результата. Так что нынешние условия становятся в том числе поиском хобби или новых вариаций, старых увлечений. Но главное, что занятие по душе помогает легче пережить затянувшиеся испытания под названием коронавирус. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Десна ТВ На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова